20 ноября волейбольный клуб «Искра» встретился с болельщиками и журналистами. Команда провела пресс-конференцию с участием тренерского штаба, игроков, представителей руководства и областной федерации. Сегодня в программе «Время спорта» подробности брифинга волейбольного клуба «Искра» Подмосковье. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня проходит традиционная встреча мужской волейбольной команды «Искра» с болельщиками и представителями СМИ. Позвольте представить собравшихся. Генеральный директор Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта номер 6 Диринг Анна Анатольевна. Президент Московской областной федерации волейбола, мастер спорта международного класса Игорь Юрьевич Наук. Главного тренера команды «Искра» Московской области Бигетов Михаил Александрович, а также игроки команды и наши преданные болельщики. Заслуженный тренер России Сергей Владимирович Алексеев. Слово предоставляется генеральному директору Центра номер 6 Диринг Анне Анатольевна. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие болельщики, спортсмены, наши гости юные. Рада приветствовать вас на нашем мероприятии, посвященном презентации нашей дорогой команды «Искра». Рада сообщить вам, как вы все уже знаете, о том, что наша команда из Лиги Б по спортивному принципу перешла в Лигу А. Чему мы несказанно рады. Хотелось бы отметить уровень наших спортсменов, достаточно достойный, в принципе, для нашего уровня, для Лиги А. Достойные ребята, молодцы. Нам очень не хватает вашей поддержки. Точнее, именно вашей поддержки нам хватает. Но мы бы хотели привлечь как можно большее число болельщиков. И, конечно, вас об этом, дорогие наши, просим, дорогие наши болельщики. И, конечно, что бы хотела пожелать я ребятам, в свою очередь, уверенности в себе. Потому что уверенность, как я уже говорила на предыдущей презентации, это 80% успеха. Нашему тренерскому штабу я бы хотела пожелать бодрости духа, терпения, ну и, конечно, всего самого и самого наилучшего. Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Мне приятно, что мы сегодня собрались все здесь за одним столом. Несколько поколений волейболистов, которые немало сил отдали нашему любимому городу, нашей любимой команде. Также мне приятно видеть здесь преданных болельщиков, которые неразрывно связаны с нашей командой. Поэтому представлять не буду, как до этого сказал, уже сказано. Я думаю, Михаил Бекетов каждого представит и здесь присутствующим. Но я знаю всех. Вот приятно видеть молодое поколение Уора. Ребята тоже в перспективе, может быть, окажутся волейбольной командой «Искры». Поэтому хочу пожелать ребятам нынешнего поколения, чтобы вышли в Суперлигу все-таки и завоевывали медали не ниже достоинствам, которые завоевывали мы в свое время. Спасибо большое. Слово предоставляется главному тренеру команды Бекетову Михаилу Александровичу. Доброе утро. Ну что, хотел бы сказать, что я рад видеть и снова чувствовать поддержку болельщиков, что вы еще у нас есть, что помните, что есть такая команда. Да, мы надеемся, что будем постепенно возрождать доброе имя этого клуба и достигать более высоких результатов. Ребята у нас собрались молодые, талантливые, я надеюсь, амбициозные, стремящиеся к высшим достижениям, хотящие побеждать. Ну, давайте я их представлю, да, многих вы уже, наверное, знаете, с прошлого года и позапрошлого. Давайте начнем с пасующих наших. Дмитрий Бабин. Ну, пристань чуть-чуть. И Иван Скотников. Два либера у нас есть. Артем Каштанов. И Андрей Алексеев. Диагональный Глеб. Радченко. Сергей Митрясов. И доигровщики. Одного у нас, пока у нас мы просмотрим, его здесь нет, парня, потом вам представим попозже. Павел Минеев. Рауль Генитулин. Я уже произношу его фамилию без ошибки. Юрий Семенов. Бурные аплодисменты. И Иван. Илья. Соловьев. И Иван Соловьев. И первый темп у нас. Алексей Землянко. Никита. Никита Крот. Капитан нашей команды. Никита Аверьянов. Еще у нас есть один доигровщик. Да. Ну, Лех, Лех. Алексей Головин. Вот такой у нас состав. Молодых да дерзких. Будем пытаться покорять вершину. Выше лиги А. Вы знаете, мы действительно, как говорится, привели тот состав, который самый активный. И вот уже давно-давно, еще когда вы играли, мы проехали полмира. Там, особенно в Италии, наверное, и жили какое-то время. Поэтому у нас очень хорошее впечатление о команде «Искра». И это действительно тот бренд, который, как говорится, украшает не только, как говорится, само название, а всю команду. Поэтому всем молодым, чтобы оно засверкало. Это не просто, как говорится, а вот «Искра возродилась пламя», да? Из вышки Б перешли в вышку А. Теперь в Суперлигу. А там, правильно вот сказал, второе-третье место. У нас было только так. Так что мы вам желаем такого же. И, конечно, хотелось бы узнать, как у нас сфинансирование, и есть ли у нас какие-то спонсоры, которые бы нам помогали. Потому что это немаловажно, наверное. Спасибо, Вера Павловна. Вопрос очень хороший. Вот только что мы с Михаилом Александровичем обсуждали этот вопрос шепчать. Шепотом в кулуарах, скажем так. Да, мы работаем в этом направлении. Мы, безусловно, ищем спонсоров в связи с тем, что у нас, как все мы уже знаем, в 2022 году будет проходить чемпионат мира по волейболу. Среди мужских команд, конечно, нам хочется к этому времени, а времени очень мало, найти и привлечь спонсоров для того, чтобы у нас была возможность принять участие. И все упирается, понятно, мы понимаем это, в финансы. Потому что и спортсмены тоже люди, и, естественно, они хотят зарабатывать денежку, работать и получать определенный уровень заработной платы. На сегодняшний день, как пока не печально, спонсоров у нас нет. Вот, для команды «Искра», я имею в виду. Но хочется отметить, что со стороны Министерства спорта Московской области нам оказана поддержка, потому что, когда мы перешли из Лиги Б в Лигу А, это требовалось дополнительное увеличение финансирования. Сегодня министр спорта Роман Игоревич Тришков пошел нам навстречу, разрешил нам перейти, скажем так, в Лигу А и дополнительно профинансировал команду. Ну, по соотношению к прошлому году процентов, наверное, на 20, что немаловажно. Спонсоров будем искать. То есть обязательно. Я думаю, что при поддержке Романа Игоревича они у нас появятся, как у Заречья. В этом году, ну вот, скажем, я по сташе многих болельщиков начинал здесь играть в 79-м году, поэтому для меня эта команда, сами понимаете, много значит. А то, что касается названия «Искра», мы в этом году вернули название, хотя, сами знаете, как это было сложно, потому что были проблемы с долгами и так далее и тому подобное. Второе, то, что нам удалось вернуться выше Лигу А, это тоже определенное достижение, хотя, конечно, для ребят это будет сложно и так далее и тому подобное. Ну, ну, скажем, и руководство, и я тоже принимал решение о омоложении тренерского состава. Ну, скажем так, это было для чего сделано? Для того, чтобы, ну, скажем так, помните, когда команда полетала? Да. Кто у нас тут были? Итальянцы? Да. И все остальные. А были бы свои ребята, да? Вот свои, местные. Может быть, не отпустили. Да. Они бы пояски затянули и за эту команду бились. Я рассчитываю на то, что эти ребята, которые сейчас работают, за это дело будут биться. Мы подписали соглашение с Министерством, вернее, с Ракетами и Роскани стратегического назначения. У нас с этого сезона будет ежегодно проводиться турнир, посвященный имене маршала Талунка, создателя этой команды. И уже мы в этом году его провели. Ну, он такой был немножко, скажем так, пробный, да? В следующем году 40 лет искры и 60 лет ракетных войскам. И уже ракетные войска больше на нас наседают, чтобы к этой дате, скажем, была помощь. И мы рассчитываем, что, ну, скажем так, где-то срастется вот то, что вы спрашивали, да? И по финансированию, и по помощи, и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, что я хочу ребятам пожелать? Этот сезон будет тяжелый. Немножко удачи, а все остальное своим трудом, и притом каждого, и тренерского состава, и игроков, всех, кто здесь находится. Вот только в этом случае можно, скажем так, и команду и возродить, и играть нормально, и так далее, и тому подобное. Просто так ничего не получается. Спорт такая жесткая вещь, штука, и здесь выживает, наверное, самый сильнейший. Поэтому, а вам спасибо за внимание. Приходите. Я понимаю, что и вы помните те времена, когда команда играет на результат, тут, конечно, тут. А есть тяжелые времена, вот самые преданные приходят. Спасибо вам. Такой вопрос, ну, в поддержании темы, мы всегда не только здесь поддерживали команду, но и на выезде ездили. Были такие моменты, что, как уже говорили, что и там, и за границей, и везде все оформляли, там, и ездили, и поддерживали. Были такие моменты, что мы болельщики ездили за свой счет, и в ту же самую Белоруссию, и здесь по России. Есть ли такое, что в этом году и в последующем будут поддерживать как-то болельщики, потому что не все, конечно, могут все это делать. Если, ну, два, три, ну, десять человек могут поехать, а остальные, если будет какая-то поддержка со стороны команды, то болельщики поедут и поддержат. Будет что-то такое, планируется ли какая-то поддержка болельщиков, чтобы они поддержали команду. Мы всегда готовы. Спасибо за вопрос. Позвольте, я, да, на него отвечу. Если у нас будет дополнительное финансирование, это вне бюджетной источники финансирования, да, это спонсоры наши, или там пожертвования, или спонсор, то, конечно, безусловно, мы можем распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению, потому что это наш доход. Мы с удовольствием направим вас вместе с командой, безусловно. Но на сегодняшний день я не буду строить перед вами иллюзии, потому что вы все знаете, видите, понимаете, информация открыта, пожалуйста, можно открыть там в интернете наши госзадания, посмотреть и увидеть все цифры, они абсолютно прозрачные и белые. У нас есть определенное госзадание, в рамках которого мы осуществляем свою деятельность. Если у нас, опять-таки, будут небюджетные источники, с удовольствием мы это сделаем и сами вместе с вами поедем. Мы всегда готовы. А со своей стороны, от нас, от всех, хотел бы пожелать не просто удачи, а хотел бы пожелать успеха, чтобы удачу за хвост захватить, держать все вместе, все вместе, дружно, все вместе. Успех, успех нужен. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеемся, что все у них получится. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.